Общее сведение. Атрофия глазного яблока – это патологическое состояние, возникающее так осложнение тяжелых травм или воспалений, при котором глазное яблоко уменьшается в размерах и полностью теряет свои функции. В связи с постоянным ростом бытового и криминального травматизма органа зрения увеличивается и количество случаев утраты трудоспособности. В результате развития атрофии глазного яблока, гипотония глаза, возникающая вследствие повреждений, является основным механизмом развития атрофии и встречается в 25% случаев при проникающих ранениях и в половине случаев после контузии глаза. Кроме того, атрофия глазного яблока является одной из ведущих причин удаления энуклеации глаза. Чаще патология развивается у мужчин преимущественно трудоспособного возраста. Атрофия глазного яблока причины Наиболее частыми причинами развития атрофии глазного яблока являются травмы глаза с повреждением его оболочек, тяжелый воспалительный. Процесс увеет, нейроретинит, тотальная отслойка сетчатки. В основе патогенетического механизма атрофии глаза при увеет или отслойке сетчатки лежит развитие гипотонического синдрома. Происходит нарушение работы целиарной мышцы, снижение секреторной способности, усиление увеосклерального оттока. Выраженное истойкое угнетение секреции водянистой влаги способствует расширению сосудов сетчатки, повышению проницаемости капилляров. И выходу жидкости сосудистого русла, все это приводит к нарушению нормальной трофики тканей. В результате нарушения питания структур глаза наступают выраженные дегенеративные изменения в сетчатке, диске зрительного нерва, роговице. Глазное яблоко постепенно уменьшается в размерах, зрение пропадает, развивается атрофия глазного яблока. Травмы глаза делятся на производственные, бытовые, сельскохозяйственные, детские и полученные в боевых условиях. Производственные травмы органа зрения часто встречаются в горнодобывающей и химической отрасли. Характеризуются тяжелым течением с частым последующим развитием атрофии глазного яблока. В сельском хозяйстве травмы органа зрения – это повреждения, нанесенные рогом или копытом домашних животных, орудием труда. Учитывая, что такой вид травмы сочетается с инфицированием землей или удобрениями, неблагоприятные исходы возникают гораздо чаще, чем при других видах травм. Бытовые травмы глаза связаны с несоблюдением техники безопасности при выполнении хозяйственных или домашних работ. Большую часть бытовых травм получают в состоянии алкогольного опьянения. Дети получают травму глаз чаще в школьном возрасте. Повреждающими факторами могут быть карандаши и лыжные палки, хоккейные клюшки, проволока и так далее. Боевые травмы органа зрения имеют особо тяжелый характер повреждений и практически всегда неблагоприятный исход. Несмотря на многообразие и травму глаза и их причин, любая из них может привести к изменению автальматонуса, вторичным воспалительным и дегенеративным процессом с исходом в атрофию глазного яблока. Симптомы атрофии глазного яблока На основании размера передней и задней оси ПЗО и изменения в структурах глаза в автальмологии выделяют следующие стадии атрофии глазного яблока. Начальная стадия ПЗО превышает 18 мм. Отмечаются дистрофические изменения в роговице, наличие травматической катаракты. Незначительные помутнения в стекловидном теле от слойка сетчатки в одном квадранте. Развитая стадия ПЗО меньше 17 мм происходит атрофия роговицы и радужки. В стекловидном теле образуются шварты. Отслойка сетчатки распространяется на несколько квадрантов. Далеко зашедшая стадия ПЗО меньше 15 мм. В этой стадии на роговице формируется бельмо от слойка сетчатки во всех квадрантах. При развитии атрофии острота зрения, как правило, сохраняется на уровне светоощущения. В конечных стадиях глаз полностью слепнет. Визуально отмечается уменьшение размера глаза по сравнению со здоровым помутнением роговицы. Учитывая, что атрофия глазного яблока является финальной стадией травмы или воспаления, то и сопутствующие симптомы зависят от первоначального заболевания. При травмах отмечаются жалобы на сильную боль, чувство инородного тела, блефороспазм. При воспалительных заболеваниях может иметь место снижение зрения, цветобоязнь, болевой синдром в области век. При отслойке и сетчатке пациенты часто жалуются на фотоопсии, вспышки в глазу, появление мушек либо резкое появление темной пелены перед глазами. Диагностика Основный метод диагностики патологии УЗИ глазного яблока, который проводит врач-офтальмолог. В процессе исследования определяется длина передней и задней оси, осматриваются изменения во внутренних структурах глаза. При всех патологиях потенциально опасных в плане развития атрофии глазного яблока проводят детальный опрос для уточнения момента возникновения жалоб. Выполняется офтальмоскопия, позволяет оценить степень и характер изменений стекловидного тела, иногда осмотреть сетчатку, обнаружить. Инородное тело Биомикроскопия глаза выявляет локализацию травмы, изменения на роговице и радужке, тонометрия ВГД в острых случаях. Определяется пальпаторно, в отдаленные сроки, инструментально. Перечень других методов диагностики зависит от первичного заболевания. При травмах глазного яблока дополнительно проводится рентгенография для определения локализации вирентген контрастных инородных тел. КТ-орбит, выявление металлических, стеклянных, пластмассовых инородных тел и магнитно-резонансная томография, диагностика органических инородных тел. Уточнение повреждения склеральной капсулы мягких тканей, глазных мышц, зрительного нерва. Важные сведения о состоянии сетчатки дает электрофизиологическое исследование электроретинография. Особенно информативным для прогноза зрительных функций является определение порога электрической чувствительности сетчатки и лоббильности зрительного нерва. Если глазное дно не визуализируется, а порог электрического фосфена очень высок, превышает 600 мк, то можно думать о тяжелых и возможно, необратимых изменениях во внутренних отделах сетчатки и неэффективности хирургического лечения. Лечение атрофии глазного яблока Лечения и уже возникшей атрофии глазного яблока не существует. Важная задача врача-офтальмолога – не допустить прогрессирования заболеваний или травм глаза до атрофии. Для этого применяют как консервативные, так и хирургические методики. Консервативное лечение проводят при воспалительных заболеваниях глаз. Оно включает в себя противовоспалительную антибактериальную иммуносупрессивную терапию, применение цитостатиков. При травмах используют комплексный подход, который заключается в профилактике инфекционных и посттравматических осложнений, антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия, противошоковая терпия, профилактика столбника, а также проведение первичной ПХАО. А затем и вторичной хирургической ВХО обработки раны глаза. При ПХАО путем ревизии всех квадрантов глазного яблока определяется протяженность раны. ВХО проводят через две недели. Основная цель вторичной обработки – улучшить остроту зрения. Для этого осуществляют удаление образовавшейся катаракты и гемофтальма крови в стекловидном теле. При отслойках сетчатки используют различные хирургические методы лечения, направленные на сближение слоев сетчатки, восстановление ее целостности. Удаление и нуклеацию глазного яблока проводят только при очень тяжелых повреждениях и при отсутствии перспективы восстановления зрения. Точка.